В Киеве в теннисном лагере произошел языковой скандал. Тут надо на русском разговаривать. В Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Преподаватели заставляли ребенка разговаривать на русском языке. Об этом рассказала мать мальчика на своей странице в Facebook. По словам женщины, когда она забирала свою дочь с обучения, она ей сказала, тихо мама, у нас тут надо на русском разговаривать. Женщина уже высказалась по этому поводу, и ей интересно, кто проверяет заведение обучения. Вожатые при мне детям. Говорят, кому она нужна, ваша украинская речь. Перед сном мой ребенок делится мыслями, как же помочь России, чтобы у них тоже все было хорошо. Написала мать девочки. Женщина также отметила, что после скандала она разговаривала с руководством теннисного лагеря, и там уже другие детские кураторы и воспитатели, которые говорят на украинском языке. Все уже просто идеально. Я вообще в шоке от такой быстрой реакции. Меня заверили, что больше такого не будет. И все будет. Хорошо. И дети будут разговаривать языком Украины, и воспитатели тоже, отметила она. Пользователи сети прокомментировали ее пост. Большое уважение маме, вы за неделю сделали больше, чем Кабмин за два года. Молодец, мама. Таких бы побольше. А то все перед народом щебечут, что украиноязычные, все такие патриоты, а за углом все русскоязычные. Оборотни, одним словом. О, как раз вчера в Холодном Яру была встреча с омбудсменом украинского языка. Говорил, что все школы в Украине украиноязычные, все официальные курсы и кружки тоже. Если это не так, то надо обращаться к нему. Обращайтесь. Напомним, Ницей после языкового скандала призналась, что фанатеет от нашей сборной. Мы также писали о том, что футболисты сборной начали говорить на украинском после языкового скандала.